Мы пришли на демонстрационный участок, представленный кабачком, кабачками, патиссонами, тыквами разных видов, арбузом и дыней. На данный момент мы находимся на посеве участка кабачка белоплодные. Это первый сорт, который создан Генрихом Андамовичем Тихановичем в нашей группе. Этот сорт включен в госреестер в 1983 году. Этот кабачок преимущественно кустового типа, женского типа цветения, белоплодный, очень урожайный. Сорт качественный. Этот кабачок был в светское время широко ратонирован по стране. Его плоды до сих пор используют на переработку на консервных заводах. Урожайный кабачок и хороших вкусовых качеств. А внутри он какой? Белый кабачок. Подождите, а это вирус, да? Плодный. Нет, это характерная особенность этого сорта листа. Серебристая пятнистость листьев. Это генетическая особенность предрасположенности. А желтая это уже все, это болезни пошли. Вот, потому что сейчас прохладные ночи, жаркий день, много очень дождей было в этом году. Соответственно, что спровоцировало болезни. О, Петра Дорович, добрый день. Добрый день. Я же это сейчас так увидела. Так какого размера он вкусовые качества свои не меняет? Потому что вот импортный мы брали, он крупный, да, он мягкий еще, то есть его пищу если приготовлю, то есть люди покупают. Когда он перерастает, бывает, он становится более жесткий, уже в пище непригоден, ну на консервный завод пойдет. Да, на консервный пойдет, но когда у него вес 0,8, 1 килограмм, 1,2, он даже очень хорошо хранится, мы хранили, и потом уже когда снимаем кору, уже не мякоть остается, семена вынимаем, приготавливаем его, он тоже оставляет хорошие вкусовые качества. Скажите, а по нитратам вот здесь, среди этого, есть кто-то, который выделился? Минимальное количество по нитратам? По нитратам нет, мы вот не проводили исследования по нитратам. Лаборатории у нас нет. Детские питания, что в основном требования, ценик буквально в два раза сразу подпрыгнут, накоплют, если нитраты, мы же ниже ПДК и пригодны для детского питания. Для летнего оборота он идет? Идет, для летнего оборота он идет, и я хочу вам сказать, на Богоре в естественных условиях он дает очень хороший урожай, высокий, экологически пластичный сорт. Поэтому не зря он себе зарекомендовался в советский период, но он до сих пор пользуется спросом. При понижении температуры зеленый редкий вылазит, да? Иногда бывает, редко, но в основном нет. А хранить сколько вы у себя его хранили? Плоды? Да. Вот вы сказали, что кожицу потом снимали. Вот я хранила его у себя примерно до ноября месяца, а под Москвой подруга моя хранила их там до Нового года. Но это при условии, при желании сохранить можно. Это только на переработку? Нет, это салатного назначения, ну, для и консервирования, и для домашнего использования. На рынке такое-то продать тяжело, почитать, я думаю, почему? Но на рынке, вы знаете, вот у него свои качества мне очень нравится, он вкусный, он нисколько не хуже, чем цукини, который сейчас мы вот увидим, нисколько. Мне даже он больше нравится, он слаще, на мой взгляд, это кабачок. На рынке 20-22, убирайте вовремя. На рынке, то, что я покупала на рынке, покупаю я редко, но то, что покупаю и пробую, мне не нравится, честно говоря. Они водянистые, они не имеют вкуса, они, ну, в общем, не то. Внешний вид на рынке красивый, товарный, согласна. Вот, но вкусовые качества, на мой взгляд, оставляют желать лучшего. Это не водянистый сорт? Нет, это хороший сорт. Так что рекомендую хоть сорт и... А, потому что, смотрите, поскольку это демонстрационный участок, но на нем я провожу инсультирование плодов, самоопыление. Второй сорт, который был создан на Кубанской станции непосредственно во главе из Гидной Ханала, чем эта сорт кабачка, называется Куант. Вот, это цукини, это тоже достаточно очень урожайный сорт, преимущественно женского типа цветения. Кустовой или, ну, совсем небольшую, вот коротенькую плеть, он бывает выкидывает во второй период вегетации. Плоды достаточно крупные, тоже хороший вкусовый качеств, нежные, пригодные для переработки, но не на консервных заводах, потому что там зеленоплодные не принимают, конечно. Вот, но в домашних условиях вполне на кухне, там, можно жарить, тушить, что угодно делать. Вот, тоже могу сказать недавно на Кубанской станции ВИР желтооплодного сорта типа, это сорт кабачка, называется Герман. Этот сорт кабачка уникален тем, что он кустового типа, у него темно-зеленый ажурно-изрезанный лист, желтые плоды с нежной мякотью, и также он преимущественно женского типа цветения. Дает хороший урожай, и красивый, и декоративный. Можно тоже, в принципе, на своих огородах, дачах, дачникам использовать его как украшение сада. Этот сорт назван в честь великого ученого Герман Ивановича Тараканова. Возможно, многие из вас этого ученого знают, слышали. Это был уникальный человек, мой учитель. И в память об этом великом ученом мы назвали этот сорт, потому что нам он очень понравился, честно говоря, когда мы его с ним товарища создавали. Этот сорт достаточно больше урожая вы подняли. Кабачок нежный, хороший вкусовых качеств, сохраняет вкус весь вегетационный период. Кабачок, видимо, очень вкусный, нежный. Сразу видно, что кабачок хороший. Хороший, хороший. Если им стицидом, да, и не помирает. Вот грызут плоды, выедают семена уже у опыленных плодов, как говорится. Но тут мы ничего не можем поделать, это бедствие такое стихийное. Я на боксе встречала, моя собака, боксера, откапывала из кучи огромных крыс. Это, по-моему, был примерно 2005 год. Вот. И вот второй раз я их увидела в этом году здесь на поле. Действительно, крысы огромные. Вот. Уважаемые коллеги, хочу представить вашему вниманию сорт кабачка буратино. Это тоже уникальный сорт кабачка. Уникален он чем? Он наряду с хорошими вкусовыми качествами, он является декоративным сортом. У него сильно гофрированный, изрезанный лист, что придает этим растениям большую декоративность. Этот сорт можно и использовать как в пищу, так и в озеленении. Кстати, не только своих дачных участков, но, я думаю, в городских каких-то там парках, скверах он тоже будет очень красиво выглядеть. Потому что он образует юбочку декоративную у основания растения. А сверху плоды, завязи, вот, можно использовать в пищу. Сорт тоже достаточно устойчив к болезням. Старый сорт используется также на переработку в консервной промышленности и на кухнях у хозяек. Название повторить? Желтоплодный, желтоплодный сорт кабачка, да. У него сильно изрезанный лист, растение несколько больше, чем у предыдущих сортов, более объемное. Но сохраняет куст этот кабачок. Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию сорт патиссоны зонтик. Это первый сорт патиссоны, который создан в нашей группе. Сорт характеризуется кустовым типом растения, белоплодным типом плодов, светло-зеленым, хорошей нежной мякотью. И этот сорт пригоден для использования в консервировании. Мы пробовали консервировать этот сорт. Он достаточно удачно чувствует себя в банках и потом на нашем столе. Вкус. Вашему вниманию представляем сорты патиссона солнышко. Это желтоплодный сорт патиссона. Кустового типа, урожайный, хороший вкусовых качеств. Хороший товарный вид у этих плодов. И этот патиссон также преимущественно женского типа отцветения. В консервации вместе с патиссоном зонтик и который будет следующий грин, тоже достаточно оказался вкусным, приятным. У него большой процент сухого вещества. И поэтому он не жидкий, не плывет. Он крепкий и приятный на вкус. Самые коллеги, вашему вниманию мы представляем сорт патиссона грин. Это сорт патиссона также кустового типа. Но как вы обратили внимание, мы работаем на кустовость. Мы хотим, чтобы большинство наших сортов было либо кустовыми, либо короткоплетистыми. Поскольку эти сорта, кустовые сорта позволяют высевать на единицу площади большее количество и получать большее количество урожая. Или плодов, или семян. Кому что надо. И удобнее собирать, наверное. Собирать, да, удобно. Просто у нас схема посева на всем поле метр сорок на семьдесят. Но мы выбрали оптимальную схему посева, потому что у нас кроме кустовых форм еще есть плетистые и длинноплетистые формы тыквы и арбуза. Но это оптимально для плетистых и короткоплетистых и кустовых форм. Сорт патисона грин отличается темно-зеленой окраской плодов, черно-зеленой, нежными и хорошими вкусовыми качествами плодов. Сохраняет куст на всем протяжении периода вегетации. Смотрели сейчас демонстрационный участок кабачка и патисона. И сейчас мы хотим показать вам наш блок по тыкве. Здесь представлены сорта нашей селекции, нашей группы. И представлены они тремя видами тыквы. Кукурбита пепа, тыква твердокорая. Кукурбита масхата, тыква мускатная. И кукурбита максима, тыква крупноплодная. И мы начнем с первой тыквы, которая называется тыква кустовая оранжевая. Пожалуйста, можете ознакомиться. Это кустовая тыква, кустового типа. Очень ранее. Неплохих вкусовых, даже хороших вкусовых качеств. Эта тыква характерна тем и уникальна, что она может расти не только у нас на юге, но и в средней полосе России, и даже в Мурманской области, Заполярье. Сейчас мы проводим опыты, сотрудничаем с полярной опытной станцией ВИР, нашей системой. И сотрудники, коллеги испытывают наши раннеспелые тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни в своих заполярных условиях. Сколько дней примерно вегетация? Вегетация примерно у этой тыквы 85-90 дней. В конце августа ее уже можно убирать на семена. Вот в наших кубанских условиях. Тыква хорошая, спросом очень пользуется. Мы подошли к тыкве крупноплодной. Вид тыква кукурбита максимума, крупноплодная тыква, но на самом деле плоды у нее небольшие. И сорт этой тыквы называется малышка. Это очень раннеспелая тыква, кустового типа, образующая небольшие порционные плоды, раннеспелая. И она также успевает вызреть в средней полосе и в суровых условиях Мурманской области. Хороших вкусовых качеств. Эта тыква также преимущественно женского типа цветения. Используется нами сейчас в селекционной работе на кустовость и на хорошие вкусовые качества. Вот если вы можете заметить, что эта тыква еще сохраняет зеленый цвет листа. Что характеризует ее как достаточно устойчивую тыкву. И она успеет набрать нужные сахара, питательные вещества для того, чтобы плоды были высоких вкусовых качеств. Селая какого она цвета? Серая. Серого цвета. А сколько на куст в среднем? В среднем, Алексей Алексеевич, тут подсчет идет у селекционеров, мы когда рассчитываем, там 1,2-1,5. Ну а так в среднем 1 или 2 плода. Два плода это очень хорошо, это нормально. Вот при хороших условиях, да если идут дожди, может быть и 3 плода даже она дать. Это тыква? Да, да. Ну хорошие условия, в этом году дождей было много и поэтому некоторые растения дают по 3 плода. Лежкость высокая? Лежкость хорошая у нее, но она конечно до весны лежать не будет, вот эта тыква, но до нового года полежит. Мякоть у нее не очень толстая, но зато сладкая и ранняя, это характерная особенность и достоинство этого сорта. 40 на 70, как мы, а ее можно сеять 70 на 70 и увеличить выход плодов, выход семян, кому что требуется. До 20 тысяч можно на гектаре? Да, до 20 тысяч. Ну 3 метра 40 на 70, 10 тысяч растений на гектар, но немножко теряется площадь, можно добавить, дополнительно посеять еще. Следующий сорт крупноплодной тыквы называется матрешка, это также кустовой сорт столового назначения, раннеспелый, также женского типа цветения, образует розовые, ярко-розовые плоды порционного типа, хороших вкусовых качеств, пригоден также для выращивания в условиях средней полосы, не только у нас на юге. Как ранняя продукция тоже имеет место быть, вот, сейчас уже ее через там 2-3 недели можно убирать и реализовывать, вот, эту тыкву. Уважаемые коллеги, вашему вниманию мы представляем сорт крупноплодной тыквы кустового типа, который называется кустовая золотая. Это также один из первых сортов тыквы, созданный на Кубанской пятной станции ВИР. Эта тыква получила популярность у садоводов, огородников, у любителей, вот, за счет раннеспелости, кустовости, ну, такого декоративного вида. Эта тыква симпатичная, среднего размера, чуть крупнее, чем матрешка и малышка, но у нее своя прелесть также, вот, имеется. Семена у нее белые. Вот, у предыдущих сортов тоже семена белые, кстати, вот, я хочу отметить. Водная тыквы, лечебная. Это раннеспелый, ну, среднеранний, будем так говорить, короткоплетистый сорт тыквы. Эта тыква созревает в первых числах сентября, она уже готова к употреблению в нашей зоне южной. Вот, хорошие вкусовые качества. У нее толстая мякоть, хороший выход мякости, хорошие вкусовые качества. Сахара, сухое вещество составляет, ну, примерно 12-15 процентов. Семена у нее белые, крупные, что тоже очень удобно. Наряду с употреблением мякоти, можно с удовольствием употребить и семена этой тыквы. Вот. Сорт пользуется популярностью, так же, как у производственников, так и участников, огородников, у любителей. Вашему вниманию мы представляем сорт крупноплодной тыквы, длинноплетистой. Красавица. Эта тыква на самом деле очень красивая, просто она сейчас еще не достигла своего апогея, своей красоты. В период уже биологической спелости она будет значительно крупнее, раза в два, чем вы ее сейчас можете видеть. И она будет ярко-малиново-красного цвета, эта тыква. Эта тыква, у нее очень нежная мякоть и тонкая кора, так же очень нежная. Конечно, для хранения длительного она непригодна за счет тонкости коры. Вот. Но она очень красивая, нежная и так же имеет место быть на рынке, на нашем продовольственном. Стыкву в этот период времени сложно посмотреть и оценить, поскольку вегетативная масса еще очень велика и работает. Поэтому, ну вот, надо открыть листочки, листья, плетья, если у кого есть желание, зайти туда внутрь участка и можно в эту тыкву. Эта тыква называется зимняя сладкая. Это поздний сорт крупновлодной тыквы, но характерен тем, что у нее высокие вкусовые качества, толстая мякоть и высокая лёжкость плодов, ну а так же транспортабельность у этой тыквы. Цвет спелой какой у нее? Цвет спелой тыквы серый, серый, прям интенсивно серый цвет. Это зимняя сладкая, да? Это зимняя сладкая, она очень хорошо хранится. Мраморные. Плоды хранятся до года, у меня дома спокойно лежат в естественных условиях, при комнатной температуре. А некоторые плоды, которые мне надо было хранить дома год, я вынесла в лабораторию, они там у меня два года пролежат. С целой плодоножкой? Средней, плоды средней, да. Ну вот примерно 4,5-5-6 килограмм, но бывает крупнее тоже, при условиях определенных соответственных. Хорошо попробуем. А семечка какого цвета? Семечка крупная панцирная, желтая. Желтая. Олеги, ну поскольку я уже отметила, что в начале августа тыквы посмотреть сложновато, всю и красоту, и значимость, и провести эргонолептическую оценку, но тогда будем полагаться на мое слово, на доверие, на сортоописание, которое у вас в информационных листочках есть. Это новый сорт мускатной тыквы, который называется Мария. Это короткоплетистый сорт, достаточно, ну вот у мускатных тыкв плеть длинная, как вы знаете, а по сравнению с длинноплетистыми мускатками у этого сорта покороче плеть. Это среднеранний сорт, новый, порционного типа, урожайный и хороших вкусовых качеств. Наш рынок, конечно, сейчас, в принципе, российский рынок потребителя, просит порционные плоды, порционного типа, чтобы купил, съел, и чтобы меньше было отходов, и так далее. Вот, очень удобно. И также эту тыкву можно запекать в духовке, очень удобно, она укладывается в емкость, в сковородочку, и так далее. Можно фаршировать, она не огромных размеров. Поэтому эта тыква имеет место быть на нашем рынке. Тыква достойная, могу сразу сказать, и урожайная. А по сахару? По сахару 11, 12, 13, и даже у нас были годы до 15 сахара, достигал. Ага, спасибо. Ну, для мускатной тыквы это очень высокий сахар. Если не меньше 10, то это уже очень хорошо. 11, 12, да? Да, мекоть у нее яркая, каратин у нее достаточно высокий. А, цвет плода как-то? Цвет плода бежевый, такой темно-бежевый. Ага, темно-бежевый. Спасибо. Вашему вниманию мы представляем сорт мускатной тыквы, янтарная. Это средне-поздний сорт тыквы, а также универсального использования. Плоды у нее порционные, чуть больше порционных. Вот, эта тыква характерна дружной отдачей урожая. Она урожайная при этом и хороших вкусовых качеств. Цвет плода в стадии биологической спелости также будет бежевый. Каратин высокий. Хранится хорошо. До нового года пролежит. Обычно мускатные тыквы, они долго не хранятся. Они быстро поражаются и начинают портиться. Следующая коллекция Кубанской станции, которая называется Кубанская ВК. ВК переводится как высококаротинная тыква. Это очень урожайный, высококаротинный сорт. Он также универсального использования. Показал себе хорошо, как корм для животных. Но могу рекомендовать его также. Вот видите, у нас есть порционные тыквы и крупные тыквы больших размеров. Потому что требования рынка сейчас, конечно, предъявляются к порционным тыквам. Но иногда бывает всплеск на крупноплодность. Многие хотят потом получить крупные плоды. Вот тыквы. Кареты. Нужны кареты. Нужны кареты для золушки. Небольшое отступление от логики представления действующих сортов. Анна Генриховна хочет показать те сорта, которые на выходе. Подходите сюда, пожалуйста. Это новый сорт дыни. Среднеранний сорт дыни. Ну, под рабочим названием ЖЛ 579. Этот сорт характерен. Чем он характерен? У него короткая пледь. Он, значит, внешний вид плода, как вы видите, ленточка. Ну, он называется сегментированной ленточки. И сетка небольшая. И достоинство сорта ярко-оранжевая и очень сладкая мякоть. Плотная, хрустящая. И ее можно использовать в цукатах для переработки, для сушки. Ну, а для употребления так это вообще одно удовольствие. Вот этот сорт мы планируем передать в сортоиспытание, наверное, в следующем году уже. Сахара у нее от 15 до... Было у нас до 20 процентов. По рефрактометру, по-любому. Вот мы испытывали эту дыню. Ну, это тип канталук, правильно же, я так понимаю? На перезреве они... Как долго от биологической зрелости до перезрева? И при перезреве есть ли технический привкус? Нет. Технического привкуса вы... Нет, мы не наблюдали. От перезрева, вы знаете, она хорошо лежит. У нее кора достаточно твердая. Можете попробовать. А есть ли зрелая? Ну, зрелых сейчас нету. Будет ли на дегустацию? Ну, мы сейчас посмотрим. Те желтые, это просто поврежденные мышами. Мышами, коллеги, вашему вниманию мы представляем контрольный элитный питомник. Нового сорта арбуза, солнечный. Этот сорт среднеспелый. Пока еще в госреестр он не включен, но будет включаться, будем его испытывать. Он обладает желтой окраской коры и желтой мякотью. Хороших вкусовых качеств. Как название этого сорт? Солнечный. Солнечный. На дегустации будет? Нет, он попозже будет зреть у нас. Он еще не готов. Когда созреть, какой цвет? Желтый. Желтый бывает. Полосы желтые. Косточка черная? Косточка семена у него темно-коричневого цвета, мелкая. А толщина коры? Толщина коры примерно сантиметра, 1,2. Это желтая мякотью. Это желтая арбуза, желтая мякотью. Солнечная. А кора на транспортировке? Не транспортировали, но с средней прочности кора. Еще не пробовали, потому что он новый. Толщина коры? Нет, вы имеете ввиду... Плотность, рыхлость. Да, есть пластичная такая, продавливающая, она на нас прозвучает. Здесь надо вилла сразу. Нет, не лопается. Не лопается, не хрупкая. Там она продавливает, елла, действительно. Ну, это дальше у нас будем. Вот, теперь я хочу вам показать новый сорт дыни, который мы передали в сортоиспытание. Мы проводим по экспертной оценке в этом году его. Сорт дыни называется Станислава. Это надо вперед пройти немножко. Сидами главное не обработать. Тлю, потвение поработать, чтобы не убить божьи коровки. Потому что, когда появляются тля, как правило, можете обратить внимание, единичные первые божьи коровки уже на растениях работают. И размножаются они в арифметической прогрессии. И они питаются этими тлями, уничтожают. Да, и с каждым днем, с каждой неделей ее становится больше, а с ней становится меньше. Но процент определенной поражаемости тлей наблюдается, но он небольшой на самом деле. Порога вреда вкусности не превышает. Нет, поэтому мы никогда не боремся ни химическими средствами, никакими. Вот все на естественном агрофоне, в естественных условиях. Но, собственно, и неплохо-то получается. Ну, хорошо, будем пробовать. Поэтому я бы не рекомендовала с тлей бороться. Но если у вас поражаемость, конечно, от тлей там 69%. У нас свежо освобожденная, то есть, грубо говоря, разнотравие, чужая земля. Ну, понятно. И там долго муравьи растерялись. Ну, да. Я попытался один год, ну, что-то получили, а другой год и раз обработали, другой, ну, что ж, заливать. Муравьи культирируют ее, да. Мы перестали, не съели все. Ничего нету, да? На нее даже прячут. Культирируют они ее, да, питание свое. Потом ее выносят и опять несут на растения. Ну, с муравьями проблем нет? Есть. В этом году тоже была проблема с муравьями. Они тоже подъели определенное количество растений, уничтожили. И ценных очень растений уничтожили прям колониями. Боритесь с чем? Никак не боремся. Нет. А понимаете, ну, не имеет смысла бороться, потому что убивая одно, убьем что-то ценное более. Поэтому все на волю Господа, как говорится, отдано. И вот как есть, так и есть. Все в естественных условиях. Уважаемые коллеги, хотим представить вам новый сорт дыни, раннеспелая дыня, которая называется Станислава. Это короткопледистый сорт дыни, раннеспелый, устойчивый к болезням. И на ряду с высокой скороспелостью этот сорт обладает высокими вкусовыми качествами плодов. Мякоть белая, нежная, сладкая, сочная достаточно. Очень приятная на вкус. Как вы знаете, для раннеспелых дынь высокая сахаристность плодов не характерна. В основном они умеренно сладкие или не сладкие раннеспелые дыни. Но этот сорт уникален именно тем, что сочетает в себе и скороспелость, и высокое качество плодов. Сахаристность высокую. А сколько период вегетации этого? Период вегетации около 68-72 дня, примерно так. На той же зависимости от условий года. Но ее-то продегустировать можно будет сегодня, поскольку... Ну, попробуем сейчас. Попробуем найти, просто я еще не успела ее, если честно говоря, сорвать. А сколько она сахара успела набрать тоже? Сахара высокая для нее. Для раннего сорта сетка. Понятно, я имею в виду в данный момент, она если дозревает, она может что-то набрать. Да, она будет сладкая. Нет, если она будет желтая, она сахар свой наберет уже, конечно. Потому что листва у нее зеленая, листва работает, потасинтас идет. Сахара накапливаются. Мощная сетка именно для средних, для поздних сортов типичных. Ну как, и для раннего. Мы успели добиться такого, молодцы. Да, да. Размер сорта. Ну, встречаются популяции сорта, встречаются такие с элементами сетки, бывают там гладенькие. Но это не страшно. Главное, что она ранняя и главное, что она сладкая. Ага. Да. Ну, в основном с сегментами сетки. А плоды вот такие средние? Шаровидные в основном. Размер какой средний? Шаровидные плоды, килограмм, полтора. Ну, если она ранняя, да, она будет вот такого, манятна. Да. Это автор этого сорта, Генрих Адамович. Ну, в принципе, как и всех остальных сортов, которые здесь представлены. Вот. А еще хочу, раз мы здесь находимся рядом с арбузом, у нас контрольный элитный питомник нового сорта арбуза Адам. Можно подойти посмотреть, если интересно, будут здесь контрольные элитные. Проходитесь на контрольном элитном питомнике нового сорта арбуза, который называется Адам. Это среднеспелый сорт арбуза универсального использования. Новый сорт. Характерные особенности этого сорта – высокая урожайность, транспортабельность и очень высокие вкусовые качества. У него ярко-малиновая мякоть, крупная крапчатокоричневая семечка, что коррелирует и что очень нравится потребителю. Вот. Контраст, который… Потребитель видит на фоне ярко-малиновой мякоти темно-окрашенную семечку. Среднестатическому потребителю это говорит о спелости арбуза. Конечно, специалисты знают, что не всегда арбуз с ярко-малиновой мякотью может иметь темно-окрашеные семена. Также могут иметь… Семена могут быть и горчичного цвета, и белого, и рябенькие разные. Но это отпугивает потребителя. Они думают, что арбуз не зрелый. Но вот у этого арбуза все сбалансировано для потребителя, для широкого потребителя. Вот. И на будущее я бы рекомендовала этот арбуз вам. Я думаю, что вы будете очень довольны и урожайностью, и высоким качеством плодов. Вот. Сахара по полевому рефрактометру на протяжении нескольких лет последних показывали уровень сахара не меньше 11%. Вот. От 11 до 13. 13,5 было. И даже иные плоды некоторые показывали 14%. Это очень много. Это очень сладкий арбуз. Хороший. Ну, хотя не все любят сладкие арбузы. Есть люди, которым нравятся умеренно, сахаристые. Но большинство, конечно, предпочитают сладкие. Арбуз должен быть сладким. Вот. Это наш новый сорт. Это мы представили вашему вниманию. А плоды сорта тип внешний окрашенный. Ну, сорта тип астраханца, сорта тип милитопольского. Вот. Ну, это красивая окраска плодов. Яркая, такая привлекательная. Зависти что-то маловато. Зайцы, вот обратите внимание, скошенные плети. И таковых часть, если мы пройдем по селекционному и коллекционному участку, очень много. Каждое утро, каждый вечер и ночь. Тут орудуют зайцы. Прям банка. Охота запрещена на протяжении Фат-Кавказа уже несколько лет. Вот. Фат-Кавказ параллельно идет нам, здесь, за посадкой. И охота закрыта. И стрелять в зайцев нельзя. И здесь у нас зайчик-ландайк. Просто их наплодилось. Невидимое множество. Они прячутся. Кукурузу они прячутся. Да, да. И не достать их. Мы уже сталкивались. Не, нет. А зайцы... А... Зайцы не пуганные даже можно руками, наверное. Их просто... А вот специально надо кукурузу посадить, чтобы они прячут. Ну, обычно мы обсевы делаем. Да. Но тут хоть что посадить, и они все равно будут. Там вопросы есть. Нет, тут у вас. Краснота мякоть. А... Я ярко-малиновая мякоть. Ну, вы как-то по цветовой шкале ее... Красная. Цветовая шкала есть, конечно. У арбуза, у тыквы. Вот везде она есть. Но мы ее определяем на свой глаз. Вот. Просто мы понимаем. Ближе к малиновой. Конечно. Это яркая малиновая мякоть. Просто есть, я знаю, мякоть красная, шарлаховая. Есть там розовая, густо. Градации разные у арбузной мякоти. Ну, такие утыквенные. Вот. У этого больше ближе к ярко-малиновой мякоти. Светло-малиновый. Когда он в стадии уже такой технической... Знаете, сейчас с астраханцем сравнивать не приходится, потому что как сорт он уже утерян. Настоящего астраханца уже нигде нет. Нигде не купишь. Даже в селекционном учреждении, где он был создан, настоящего астраханца уже нет. Уже не купить его. Я помню, по-другому еще астраханский был яркий. Ну, я бы даже сказала, ну, примерно так даже, может, несколько ярче будет. Ну, если дальше, фатон. Фатон у него более красный. Нет, это не красная. Это ближе к малиновой. Ближе к малиновой, да. Потому что красная мякоти, она другая совсем. Нет, она получается редко, достаточно красная. Мы возвращаемся. Да, мы возвращаемся. Это сорт мускатной тыкви, который называется жемчужина. Это уникальный сорт. Он характерен высокой урожайностью, крупноплодностью и высоким качеством плодов. Краснодарской краевую комиссию, госкомиссии по испытанию сортов признан эталоном каротина для других сортов. При сравнении, при испытании сортов пускают на тыкву, привязку оценки каротина делают именно к этому сорту, к жемчужине. Она выступает в качестве стандарта. Плоды у него удлиненные, перехваточного типа. В народе называется гитара. В народе. На самом деле это сорт, который называется жемчужина. Районированный сорт. Господа, коллеги, друзья. Представляем вашему вниманию, правда. Но это кустовой сорт арбуза Святослав. Это среднепоздний, ближе к поздним сортам. Но в этом году поорудовал заяц с мышами. Вот отгрызанные там листья. Плите я уже некоторого брала, чтобы более-менее виды были приличные. Это подсевные растения. Вот вы можете увидеть, что у этих растений укороченное междоузлие, гофрированный лист. И этот сорт среднепоздний, но очень урожайный. Для кустовых арбузов не характерна урожайность высокая, поскольку обычно в природе они образовывают мелкие плоды. Но мы достигли того, что размер этих плодов масса составляет 5-6-7 килограмм. И высоких вкусовых качеств. Этот сорт арбуза очень хорошо хранится и используется в квашении. А этот сорт, ну один, допустим, плод у меня лежал, случайно тоже так же положила сначала в своем дворе он лежал, потом я его перенесла домой с мыслью, что надо скоро съесть. В общем, по ряду обстоятельств не получалось его съесть, там все откладывалось. И он у меня пролежал до января месяца. Вот просто на кухне лежал, как уже декоративный элемент. И все думали у меня, гости мои, что это муляш. На самом деле это был арбуз Святослав. Рекомендую его. Его можно сеять по загущенной схеме посева и получать хороший урожай. Поздний, правда, арбуза. Но что тоже очень важно для нашего рынка, для потребителя, потому что в октябре месяце, в ноябре, ну, хороших арбузов уже нет на самом деле. Ну, может быть, только импортные будут в продажах, в торговых сетях. Либо холодок, который со Ставропуле у нас везут. Но в ноябре холодка уже не будет, конечно. Ну, а этот арбуз еще вот можно сохранить и вот он будет спокойно. В ноябре еще можно употреблять его в пищу. Он очень вкусный, очень сладкий, хороший арбуз. Характерная еще особенность для селекционеров, если вот кого заинтересует, у него мелкая коричневая семечка, носик у этой семечки изогнутой, что слегка затрудняет прорастание, слегка. Но на самом деле он прорастает, ну, чуть дольше, чем обычные сорта арбузов. А цвет мякоти? Ближе к маленовому. Желкование какое есть? Желкование среднее, небольшое желкование. Он практически, да, там, ну, очень хороший арбуз. Смогу рекомендовать. Просто, ну, окраска коры у него, как у родника, сорт родник, у него размытые широкие черно-зеленые полосы на светло-зеленом фоне, сильно размытые. Ну, жаль, что здесь еще плоды не покажут, потому что приходил заяц, отгрызал короткую пледь вместе с плодами. Другой сорт, да? Да, это сорт арбуза Чарльз Конгрей. Нормально. Сам себя опыляет, другая получается, да? Да, да, хорошие. То есть вот этот еще более легкий, чем холодок получается. Ну, и не хуже холодка, даже более легкий. Холодок я не хранила, но я просто видела на рынке, в Армавире там бываем, смотрим, до какого времени холодок продают. И до какого времени, я знаю, у меня лежит наш светослав. А это внешний какой светослав? Флоды шаровидной формы, светло-зеленый фон и очень широкие, темно-зеленые размытые полосы, сливающиеся. Ага, понятно. Ну, попробуем. Попробуйте. Попробуйте. Чарльз Конгрей. Ну, наверное, вы уже встречали его на развалах, на рынках. Хороший, среднеспелый сорт арбуза. Происхождение у него американское. Мы из американского образца отобрали лучшие формы этого арбуза, более устойчивые к болезням, потому что он в засушливые годы поражается вершиной гнилю, бывает так у него. Но так он, в принципе, достаточно устойчивый и показывает хороший урожай высокий и хорошие вкусовые качества. Семечко у него крупное на фоне густо-розовой малиновой мякоти. Но он не крупный. 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 Это он просто... Тут подсевных много растений. Во-первых, был поздний пассив, а во-вторых, подсевных много. И поэтому он пока достаточно мелкий, он не набрал еще. Еще многие плоды там стратаны под листвой. А так он крупный, а он 10, 12, 15, 20 килограмм. Ну, вот Чарльз Конгрей. Это и есть Чарльз Конгрей. Чарльз Конгрей, только улучшенный наш. Уже отобранный, провели большую работу по отбору устойчивых форм, устойчивых болезней, поражению вершинной гнилью плодов. В условиях Кубанской станции, Краснодарского края, климата, проходят многолетние испытания у нас на станции, в хозяйствах и в госкомиссии. А там же тоже не только в Краснодарском крае испытывается этот сорт. И сорта эти испытываются в разных районах, регионах, областях. Вот. И эти сорта, они очень адаптированы к нашим условиям. Вот. Это сорт арбуза Черный Принц. Это средне-поздний сорт арбуза. Характерен удлиненно-овальной формой, черной окраской плодов и малиновой мякотью. Семечко у него крупное, короче-то коричневое. Хорошие, даже высокие вкусовые качества у этого арбуза. Но единственный недостаток, в жаркий год он может спекаться. Поверхность плода, открытая солнцем, она несколько бывает, вот, припекается. Ну, значит, надо поменьше полоть, не так чисто, как мы, а оставлять больше травы, несколько, чтобы притенение шнули. Сорники любят. А если сеткой притенять? Ну, мы не пробовали, но можно попробовать. Раньше кулисы, при коммунистах делали кулисы. Кулисы делали, да. Сухаруза подсолнечивая, как делаем. А, вот, посмотрите, это вот. Дайцы, дайцы и мыши. Губы мелкие, это мышь. Мы, да? Да. Мышь сбоку. Может быть, заяц начал, мышь продолжила. Да, очень мелкие. Хомяков много, я в поле упрямую. Хоть он середне-поздний, а уже вкусный. Да, да, они определяют по запаху, кстати. Надо сказать, наблюдением это показали. Вот это зеленая дыня, или зеленый арбуз, или тыква. Если она пробована заяцем, и хорошо попробована, то при созревании она покажет высокий сахар в плодах. Вот. Это уже проверено, да. Это достаточно новый сорт цельнолистного арбуза, который называется «Любимчик». Сорт средне-поздний, а также хороших вкусовых качеств. Очень, за счет цельного листа, просто посев тоже будет изреженный, за счет цельного листа, цельнолистовой пластинки происходит больше объем фотосинтеза, накопление питательных веществ. И этот лист закрывает арбуз, плоды арбуза, что не дает ему выгорать на солнце. И этот арбуз, и эти формы арбуза, цельнолистные формы, они достаточно редкие сейчас. Ну, в принципе, немногие занимаются цельнолистными. Они нами используются в гетерозисной селекции, в скрещиваниях. Вот. Ну, там как материнские, или как отцовские формы, это уже вот другой вопрос. Что они еще, какие-то полигоны? Цельнолистность можно создавать гибридно, на основе использования. То есть цельнолистные селеки и селеки разрезнолистные формы. И происходит скрещивание. Ну, там надо смотреть по типу цветения, чтобы женский тип цветения был раздельно полый. И можно использовать в производстве гибридов. Ну, просто объем работы огромный, конечно, все не охватить в маленькой группе. И ведь основная цель нашей группы, нашей станции, нашей работы, это сохранение мировой коллекции вир. Вот, изучение и выделение хозяйственных источников и доноров. И потом такие использования в селекции уже, конечно. Но это уже наше желание, на нашем энтузиазме. Вот Генрих Рада, он чуть всю жизнь занимается этим вопросом. Но это его личное желание, на энтузиазме чисто. Это личный сорт арбуза, который называется «Благодатный». Это среднеспелый сорт, хороший вкусовых качеств, очень урожайный. Может быть, он не такой сладкий, как Адам, который я представляла на контрольной элитном питомнике. Вот, но многим нравится этот арбуз. Допустим, моим работникам, девочкам-лаборантам, они очень хотят вот именно летом в жару поесть этот арбуз, поскольку он утоляет жажду. Приятный на вкус, нежная мякоть. Горчичная, средних размеров семечка у него. Он урожайный, он тоже пластичный, адаптирован к разным условиям среды. В условиях жесткого достаточно климата Кубани, там юга России. У него сахар средний 10-11%. А высокий сахар арбуза какой-то? Высокий сахар 12-13, 13,5% это очень высокий сахар. Он сразу чувствуется, отличается. Вот где 10, а где там 12, сразу резко. Вот, казалось бы, 2%, а это ощутимо сильно. А все сорта пригодны для полива? Пригодны, конечно, все сорта пригодны для полива, да. Они покажут более высокую урожайность, конечно, вот. Но как поливать тоже, если обильно, сахара меньше будут, будут растворяться. И тут надо сбалансировано все. И заблаговременно прекращать полив, да? Да, да, потому что плоды могут лопаться, потом заболевать могут. Ну, тут надо просто проводить исследование. Мы на Богоре выращиваем, и, в общем, на поливе мы, конечно, не пробовали. А для того, чтобы сбалансировать сахар и полив, подкормка какая, чем должна быть? Нитратная? Я бы не рекомендовала нитратную подкормку, потому что, конечно, вы потравите потребителя своего сильно. А они, вегетативная масса шаровать будет, будет огромная. А когда уже... Ну, плоды наберут потом, впоследствии, конечно, объем, массу. Ну, не думай, я бы не... Это опасно. Азот это двинет период созревания. Сорт арбуза, среднестелый, ну, ближе к средне-позднему сорту, ну, сорт арбуза родник. Это очень экологически пластичный сорт, адаптирует также к любым условиям среды, дает очень высокие урожаи, неплохих вкусовых качеств. Ну, единственное, что у него, конечно, такая розовая, несколько густо-розовая мякоть и горчичная крупная семечка. Это немного потребитель отбугивает, потому что потребитель думает, что арбуз не зрелый. На самом деле зрелый, просто биологическая особенность сорта такая. Арбуз транспортабельный, хорошо хранится. И также производители вторые-третьи завязи используют для клашения бочков, ну, в общем, так, для использования зимой. Родник. Родник, хороший сорт. Хороший сорт. Внешний вид плода соответствует градации сорта типа Кримсона. Этот сорт крупный, урожайный, с ярко-малиновой мякотью и с крупной семечкой. Хороших, высоких вкусовых качеств. Вот, уже проходит испытание. Он уже включен в класс-реестр, но, я имею в виду, проходит испытание, уже много лет выращивается фермерами по ЮФО. Показывает хорошие результаты. Вот этого арбуза, ну, в районе 85 дней. Средний ранний сорт арбуза Ольгинский. Включен в гос-реестр селекционных достижений в 2005 году. Черно-зеленая окраска плода коррелирует с малиновой мякотью. Мякоть очень нежных вкусовых качеств. Она нежно-зернистая и очень сладкая. Даже недозрелый арбуз показывает высокий сахар в поплоде. Очень любим в Краснодарском крае любителями, огородниками, овощеводами. Потому что он очень вкусный. Даже в любых условиях среды и погодных условиях выращен. Он показывает высокий сахар. И многие производственники, когда покупают высокотехнологичные сорта иностранной селекции, они просят, ну, дайте нам вот Ольгинский. Для себя мы хотим посеять, для детей, для внуков, для семьи. Потому что это самый, ну, в основном, в принципе, вкусный арбуз. Балансированный у него вкус мякоти и сахара. Так что могла бы тоже вам его рекомендовать. Арбуз Ольгинский. Это ранний сорт арбуза с желтой мякоти, который называется сюрприз. Сорт уникален цветом мякоти и высокими вкусовыми качествами. Нежно-зернистая мякоть, сочная, сладкая, красивая, ароматная, приятная. Для глаза и для вкуса, для ощущений, для органолитической оценки. Вот, да, мы сорвали, но мы еще не пробовали, мы посмотрим сейчас. А можно вот там спелый? А там вот есть. Роман Александрович увидел. Нет, там есть, сейчас увидел, спелый. Мы там сейчас посмотрим. Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию сорт раннеспелого, даже ультра-скороспелого арбуза, который называется подарок солнца. Арбуз с желтой корой и ярко-розовой мякотью. Он успевает вызреть как в наших условиях, так и в условиях теплиц, парничков, средней полосы. Эксперименты, опыты были уже у нас. В общем, люди получали в своих теплицах, в средней полосе, в Московской области, в Ленинградской плоды. Были довольны. Похож на дыню. Да. Ну, оригинально. Сорт арбуза характерный. Особенность растений – это желто-зеленая окраска листа и стебля. Так что это не болезнь, не пугайтесь, это генетическая особенность. Корреляция признака желтокорости плода и окраска стебля с листьями. Лидер. Очень хороший сорт. Несколько подзабытый сейчас. В конце 90-х, в начале 2000-х пользовался популярностью большой. Сейчас вот несколько как бы приостановилось его воспроизводство, но у нас он есть, этот сорт, конечно. Это ранеспелый сорт, ярко-розовая мякоть у него, мелкая темная семечка, хороших, очень достойных, хороших вкусовых качеств. Да, сахар тут почти 11 написано. Да, это хороший, это ранеспелый сорт и вот такой высокий сахар у него, сочетание сахара и ранеспелости. Ну, мякоть розовая. Розовая, ну такая розовая, густорозовая у него. Один из первых сортов арбуза, созданный в группе Бокчевых культур на Кубанской станции, это сорт арбуза «Ранний Кубани». Сортотип Кримсона, ранеспелый арбуз, пользовался большой популярностью в конце 90-х, в начале 2000-х годов среди производственников. Густорозовая мякоть, средних размеров семечка, достаточно коротко плетистый, недлинно плетистый. Ну, хорошо достойный сорт, ранеспелый. Это, вот тот, планка яруса, это образцы коллекции ВИР, которые нам присылают каждый год для воспроизводства. Каждый год они разные. Мы должны получить свежие семена, мы должны опылить, заинструктировать в пределах одного растения, собрать семена, сохранить их и отправить ВИР для закладки в Генбанк. Вот. Это разные образцы. Некоторые образцы присылаемые из ВИРа у нас имеют название определенное, а некоторые без названия, с каталогами. Каждому образцу и сорта образцу каталог присвоен, номер свой. И в базе данных они хранятся именно под каталожными номерами. Мы подошли к дыням, к нашим, к сортам дынь. Вашему вниманию мы здесь представляем сорт дыни смуглянка. Это среднепоздний сорт дыни высочайших вкусовых качеств, несмотря на то, что она поздняя. Эта дыня очень устойчива к болезням, долго сохраняет темно-зеленый цвет листа. А в связи с чем успевает набрать большое количество сахаров? У нее очень толстая мякоть, 4-5 сантиметров, нежная, сладкая. Единственный минус, вот транспортировка на очень далекие расстояния, конечно, ей, видимо, не показано. Но в пределах ЮФО, Воронеж, там до средней полосы довезти можно. Вот, очень сладкая дыня, очень хорошая. Но несколько поздняя. Вкусовые качества сладости или вот была типа кувшинки, она с кислинкой идет. Это чисто сладкий. Это сладко, это смуглянка, это на основе кувшинки. Вот я смотрю, ну кувшинка кислинку давала такую легкую. Нет, 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 кислинки нету. Очень сладкая дыня. Дени, я не оспариваю, я просто интересуюсь. Сорт даже был ранирован на Украине. На Украине этот сорт ранирован, да, да, да. Хорошо, попробуем. Одесская, Николаевская область, картофель. Вот, среднеспелый сорт дыни южанка, но испорчен посев зайцами и мышами. Подсевали несколько раз, но все семена были вырыты из земли и уничтожены, сгрызаны. Это самый вкусный. Ну, он очень сладкий, хороший южанка. Вот, но уничтожили, нам не дали вот возможность показать. Вот, пожалуйста, вот наглядно, пожалуйста, сгрызанный вот плод. И на участке первичного семеномоста у нас там тоже примерно процент плодов, конечно, уже уничтожен. Вот, это хороший, среднеспелый сорт южанка. Достаточно сладкий, хороший вкусовый, вот он качеств, нежная мякоть у него, пригодна для транспортировки. Тернеспелый сорт дыни золушка, тоже один из первых сортов, созданный в группе Генрика Мадамовича Мтихановича. Сорт также универсального использования, сладкий, нежная мякоть, устойчивый к болезням. Тоже долго сохраняет зеленую листву, вот, не поражается долгое время болезнями. Вот. Так что, ну, вот, это вот о наших сортах. Небольшой короткий рассказ. Все сорта включены в госреестр селекционных достижений. Вы можете там ознакомиться с ними, вот. Ну, мы, конечно, могли бы, если есть желание, посмотреть. Дальше селекционные наработки у нас есть. Участок первичного семеноводства есть. Вот. Вот.